Подробно объясняем новые правила и напоминаем старые. Владимир Путин на днях подписал указ о продлении еще на три месяца временных мер по урегулированию правового положения иностранцев на территории России. Согласно новому указу, отныне всем мигрантам для работы в России необходимо будет приобрести патент. Несколько месяцев они были освобождены от этого из-за пандемии. Мы подготовили для вас карточки о том, как получить патент, и как продлить уже имеющийся. Что такое патент на работу? Трудовой патент на работу для иностранных граждан. Это разрешение на осуществление трудовой деятельности в России для безвизовых иностранных граждан. Работу по трудовому патенту мигрант может осуществлять как в штате юридического лица, так и по найму физического лица, кто должен оформить патент на работу в России. Каждый иностранец, который приехал в Россию в целях заработка в безвизовом порядке, должен оформить патент на работу. В том числе патент на работу нужен для граждан СНГ, в частности для граждан Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Исключение составляют только граждане государств, участников Евразийского экономического союза, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Им в РФ оформлять патент не надо, а только можно заключить трудовой договор с работодателем. В какой срок после въезда в Россию нужно оформить патент? Безвизовый иностранный гражданин, который приехал с целью работы в Россию, должен в течение 30 дней с даты въезда собрать необходимые документы и подать их в ГУВМ МВД, бывший ФМС, для оформления патента. Патент на работу иностранному гражданину оформляется в Главном управлении по вопросам миграции МВД России, бывший ФМС. Какие документы нужны для оформления патента на работу? После пересечения границы вам нужно в течение 7 дней встать на миграционный учет по месту жительства или по адресу работы, если у вас уже есть работодатель. И в течение 30 дней вам необходимо собрать следующие документы для получения патента, пройти медкомиссию на патент, сдать тестирование на знание русского языка, истории России и законодательства РФ, оформить полис ДМС на весь период работы в РФ, оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц, сделать нотариальный перевод паспорта, пройти доктилоскопическую экспертизу, заполнить заявление на выдачу патента на работу, сфотографироваться. Какие экзамены я должен сдать для тестирования? Тесты для иностранных граждан для получения патента представляют собой экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Другими словами, экзамены патент для мигрантов состоят из трех модулей, русский, история, основы законодательства РФ. Предлагаем вам пройти тест, который проходят трудовые мигранты, но в сокращенном виде, на нашем сайте, сколько стоит патент на работу за месяц. Стоимость трудового патента для мигрантов меняется из года в год и в каждом регионе она разная. В 2020 году средняя стоимость патента в России составляет 3900 рублей. Самый дорогой патент в городе Екатеринбург. Цена составляет 5400 рублей. На втором месте, Москва, 5530 рублей. На третьем, Московская область, 5100 рублей. В 2020 году самую низкую стоимость трудового патента установили власти Алтая и Чеченской республики. Когда я могу получить патент после подачи документов на оформление? После подачи документов на оформление патента в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России или в Центр оказания государственных услуг вы можете получить его через 10 дней. В случае отказа в выдаче патента вас уведомят об этом. Сколько составляет срок действия патента на работу? Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. По истечении 12 месяцев иностранец может однократно переоформить патент без выезда из России. Если я не успеваю оформить патент в течение 30 дней, что делать? Если вы не успели оформить патент в первые 30 дней, то у вас есть два варианта. 1. Выехать на границу за новой миграционной картой, чтобы после возвращения 30 дней начали считаться по новой. 2. Оплатить административный штраф за нарушение сроков в размере 10-15 тысяч рублей и подать документы без выезда. Рекомендуем выбрать первый вариант, так как во втором случае вы получите первое административное правонарушение, и если получите второе, то можете получить запрет на въезд в РФ. Если я работаю без патента, какое наказание меня ждет? Согласно статье 18.10 КОАП РФ, за работу без патента, так же как и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент, иностранному гражданину грозит административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможным выдворением за пределы РФ. За работу без патента в городе федерального значения Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, иностранный гражданин получает штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. У меня был патент, но во время карантина срок действия истек. Что делать? Согласно новому указу президента России от 15 июня 2020 года, всем мигрантам для работы в России необходимо приобрести патент. Если у вас закончился срок действия патента, то вы можете обратиться в МВД за получением нового патента или его продлением, не выезжая за пределы России. Продолжение следует...